Привет, привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать в игрушку Mortal Kombat Mobile X. Я уже не знаю, в который раз я говорю эту фразу. В общем, друзья, у нас закончился ранний доступ к нашей прекрасной Китане. И у нас открылся новый ранний доступ к классической Sony Blade. Понятное дело, что вы уже все проспейли, рили, кто у нас будет следующий. И у нас, получается, сейчас появилась возможность уже с вами посмотреть, купить, что это у нас за новый такой перс, чем она у нас будет интересна. Я предлагаю купить прямо сейчас и посмотрим, что у нас за сонечка такая. Поехали! Все, 20 долларов улетело, коснитесь, чтобы открыть. Коснулись! Давайте посмотрим. Значит, смертельный поцелуй. Понятное дело, что сейчас мы все эти карты будем продавать, потому что, как вы помните, у меня есть серебряная Sony, которую я, по-моему, практически полностью прокачала. Так, тактический жилет увеличивает максимальный бонус к здоровью. Спасибо! Полезная штукенция. Отличненько. И сама карточка. Классическая Sony Blade. Обезвреживание Sony наносит урон всему отряду... Чего? Обезвреживание Sony наносит урон всему отряду противника и снимает их щиты. Кроме того, все спецназовцы в ее отряде игнорируют стойкость врагов. Ага, ребятки, то есть у нас получается наша классическая Sony Blade будет против Sony... Этой... Ну, вы поняли. Против морозной Sony. Давайте посмотрим, сколько она у нас стоит сразу же. И перейдем к тесту нашей карты. Кстати, у нас 2000 монет. Мы можем с вами сейчас пооткрывать несколько паков, которые за 500 серебряников. Так, где ты, наша красавица? 400 этих самых... 400 душ. Не дешевая, мадмуазелька. Так, я вам предлагала открыть пару паков. Давайте сразу же откроем, а то как-то давненько мы с вами не открывали. Набор Союза, одну случайную карту. Мне, кстати, ребят писали, и много чего интересного выпадает из набора Союза. Ну вот, улучшение спецприема. Мне лично, например, все время выпадают всякие улучшалки из набора Союза. По-моему, иногда выпадал новый уровень. То есть, в принципе, насколько я понимаю, здесь персы выпадать не могут. Хотя мало... Кто-то, по-моему, мне писал, что, типа, вот, мне выпал там какой-то... Там Куанчи чуть ли не выпадал. Но я так понимаю, что, в принципе, это impossible в этом варианте. Ну вот, видите, спецприем. Дайте хотя бы один новый уровень. Хотя у нас их столько уже накопилось после того, как мы с вами опять алмазных паков открывали. Паков персов. Так. А нет, смотрите, нам он не выпадет. Так, сортировать новые, но нас новые не интересуют. Давайте по атаке сортировать. Кабуб... О, давайте дадим ей шинока. И кто-то нам еще нужен... А, стоп. Какой шинок? Сначала давайте дадим ей оборудование, скажем так. Ну, как обычно, молот гнева. Давайте дадим ей ее кыш, кыш, хвостик. Ее тактический жилет я предлагаю выдать. И, 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 и... Мой любимый дух дракона. Так. Что у нас уже попало? А, 1400. Неплохо. У нас есть как раз с вами немножко золотишко. То есть мы сможем с вами сейчас прокачать ее хотя бы первый прием, чтобы мы могли его толком посмотреть. Так, прокачали задание. Выполнено. Спасибо. Спасибо. 1400. Можем монаха, кстати, дать. То есть, в принципе, если монаха там у нас выбросит. Так, я предлагаю начать, наверное, бой в сети. И давайте, наверное, с обычной битвы. То есть, как обычно, мы смотрим с троечки. Так. И что у нас сейчас получится? Кто у нас? Кана, Серарю и Джонни Кейдж. Окей. Попробуем с ними подраться. Я, честно говоря, роликов по Сони не смотрела. Я даже не знаю, как она будет сражаться. Просто ребята, как обычно, расписали, наспойлерили. Знаете, раньше, когда играешь в Мартуху, было действительно интересно посмотреть, то есть, кто же новый выпадет. Кто же... У нас будет... Эээ! Тихо, Кана. Ты что-то совсем заканулся. Заканился. Я предлагаю посмотреть сейчас... О! Мне уже первый прием нравится. Как обычно, у меня какие-то подглюкивания. Я не слышу вообще, в принципе, что происходит в игре. Я, честно говоря, вам не знаю. Знаете, каждая запись это какой-то рандом. То со звуком все окей, то не окей. Так, предлагаю... Давайте посмотрим. Получается, она выпускает у нас ракеты, которые действуют, получается, на всю команду. Они будут пробивать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пробивать щит. И заодно урон наносят, получается, в всей команде. Хорошо. Так, Серайю мы сейчас вынесем. И надеюсь, что Джоника мы тоже сможем легко сейчас победить. Есть! Виктори! Виктори! Чудесно! Ну, как вам сказать? Уже по первому приему мне Сони нравилась. Я, честно говоря, играла за многие карты Сони. Да. По-моему, мы играли с вами за... И за холодную вот эту войну Соню. И за Сонь классических. И за серебряную. И ни одна Соня, скажем так, меня еще не разочаровала. Так, Ванчик! Ванчик Серайю! Слушайте, по-моему, один и тот же набор у нас получается у ребят. Сейчас мы вынесем Серайю, и тогда уже будем использовать наш... Э, вот сейчас мы можем использовать наш первый прием. Но он у нас пока что, как видите, бронебой. Ага, смотрите, мало того, что мы и атака, и щит. Ну, в принципе, хорошая карта, интересная. То есть она у нас получается действительно как против... Противосо... Понятно. Противоставляет нашу Соню холодную войну. То есть если, допустим, у вас... А мне, кстати, было бы интересно. Если у нас сегодня попадутся какие-то персонажи, какие-то игроки, у кого есть Соня Серебряная война, то мне было бы интересно посмотреть, как же... А, это Соня Блэйд обычная. Как же у нас разбивается щит? То есть получается из описания мы пробиваем щит всем. Так, поехали первым приемом. Слушайте, а первым приемом она неплохо так выносит. Смотрите, у Сони получается почти там, по-моему, одна пятая жизни была вынесена. Отлично. Иди сюда, красавица. И монах. Так. Отдыхай, красавец. Все? Готово? Смотрите, ничего сложного. Подгружаемся. Отлично. Победили мы с вами в стандартной битве. У нас уже, кстати, восьмой уровень. Но мы сейчас с вами пройдем одну... А, мы уже все три прошли. Господи, так быстро. Так, смотрите. Значит, Сонечка у нас уже... Вот этот мы можем ей по-американски. Высокий урон плюс замедление. Но я предлагаю не полностью прокачивать. Хотя... Давайте хотя бы так прокачаем, чтобы у нас еще что-то на рентген осталось. И сейчас я предлагаю... Давайте создадим команду. У нас уже три с половиной тысячи. Попытаемся выбрать, в принципе, ребят, подходящих ей, скажем так, по статусу. Значит, мы можем взять Джонни Кейджа. Смотрите, он тоже 3500. О! И уничтожение Сони Блейд. Что ты даешь, Джонник? 30 к здоровью спецназовцев. А уничтожение... 30 к атаке. Слушайте, вот сейчас будет классная битва, я думаю. Давайте бой в сети и возьмем сложную битву. Мне кажется, что сложная тоже интересно будет. Соня, Серарю и Рептилия. Ну, как видите, пока что нам попадаются только бронзовые или серебряные. Так. Оп. Давайте вспоминать. Значит, за спецназовцев у нас кто дает одну очко? Кенши Баланс. Кенши Баланс. А ну давайте посмотрим второй прием. Ай, не люблю эти проведения. Нет, чтобы взять опять... Ага. Ну, можно было, в принципе, и не тратить, потому что, получается, мы не смогли посмотреть ее замедление. Мы сразу просто Соню вынесли. Окей. Ну, мне нравится первый прием. Действительно очень мощный. Плюс к тому, что он дает атаку, получается, по всей команде. Это реально очень здорово. Заметьте, кстати, все последние персонажи у нас имеют такие способности. То есть, начиналось это все, получается, с товарищей Стани и Люка на темных. То есть, у них была атака по трем персам. Если я не ошибаюсь, конечно. И потом уже пошли вот как Соня. Кто у нас там? Скорпиош, по-моему, по всем мог атаковать. Так. Прошу прощения, ребятки, сразу от того, что у меня севший голос. Я, честно, не знаю, каким этот выйдет ролик первым или вторым из моих запланированных. Но, в общем, если он выйдет первым, то вы узнаете, почему он сел. Ну, короче, посмотрите второй ролик, поймете, почему он у меня севший. Марио 2-2-8. Марио 2-2-8. Давайте посмотрим, как же мы справимся с... Блин, не успела два раза тапнуть. Ладно. Отдыхай, красавец. Но мы, смотрите, Кенш так не особо сильно урон нанесли. Так, давай-давай-давай. Давай-давай-давай, Сонечка. Родная моя. Просто мне кажется, сейчас нет смысла тратить. Стоим. Давайте постоим. Пусть она уже на нас нападет. И я хочу сейчас поменяться и вторым приемом все-таки подействовать. То есть, как он все-таки выглядит, как это замедление у нас будет. Получится оно у нас. Ой, куда нам... Ах, ты ж, Кеншин. Му. Ох, какие быстрые удары, Соня. Учитывая всю скорость, действительно, боевки Сони, то, в принципе, она действительно замедлена. Но мы все равно ее победили. Кто бы сомневался, правда? Супер. Супер-супер-супер-супер. Хорошо, мы победили. Спасибо. У нас уже 10-й левел. Надо нам немножко подкачать нашу Соню. Значит, спецагент Кесси Кейш, Скорпион и Кун Лао. Ого. Ну и мы уже, у нас уже 4000. Кстати. Неплохо такая атака у нас уже качнулась. Поехали. Рэйди. Значит так. Значит, за спецназовцев у нас отвечает Кенши Баланс. То есть, для того, чтобы посмотреть рентген, а мы с вами любим смотреть рентгены, нам надо будет поставить Монаха, как обычно, и Кенши Баланс. Потому что, в принципе, у нас других никого нет, кто бы мог дать еще одно очко спецназовцам. По-моему. Так. Что у нас тут? Давай, 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 давай. Тихо, тихо, Берки. Ты ж тут разошелся. Но он шуметь начинает. Я уже знаю. Я надеюсь, что он не особо мешает записи, ребятки. Если мешает, ну, прошу прощения. К сожалению, кроме Ноута, другого варианта записывать сейчас мобильные наши игрушки в принципе нет. Так, тихо, тихо. Там, стоп, 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 стоп. 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 Так, давайте вторым приемом попробуем его добить. Так, хорошо. Ну, и мы сейчас его просто выносим. А, не, 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 не. Тихо, тихо, тихо. Боже, я забыла совсем про Кун Лао. Совсем забыла. И все равно Соня справилась. Соня справилась. И знаете, как... Если вы любите спецназовцев, то есть если у вас команда в основном из спецназовцев, то мне кажется, что Сонечка как раз подходящий для этого вариант. Прекрасненько. Мы так неспешно поднимаемся все выше и выше с нашими уровнями. Так, 4200, Скорпион, Скорпион и Кенши. Ну, кстати, тоже довольно-таки частая команда, которую я вижу в игре. Которая попадается. Так, как Хусейнага? Это наш противник? Какой интересный ник. Че ты мне пихаешь, Скорпиоша? Так, давай, давай. Может у нас... Слушайте, а неплохо-то у нас получилось. Так, поехали. Значит, здесь РС. И может мы даже сейчас его вынести сможем. Оп, смогли вынести. И у нас остался один только Кенши. Но, как вы видите, у нас сейчас будет не самая простая боевка. Так, хорошо. Хорошо. Давай. Давай, Сонечка. Жалко, что она еще своим первым ударом, получается, не снимает заряд сил. Это был бы вообще эпик персонаж. Отлично, 12 левел уже. Пятая из пяти. Кенши Баланс, Бог Крови, Бодзю Цукун Цзэнь. О, пять тысяч. Это уже немало. Свара. Вот, вот этого товарища нам нужно будет с вами поставить. Ну, я так и думала, что он нам сейчас оттащение силы сделает. Но я думаю, что мы сейчас очень быстро сможем восстановить нашу энергию. Так, давай, давай. Давай, красавица. Это же Кенши всего лишь. Наваляй ему по полной. Блин, заблокировал нас. Может у нас сейчас блокбрейк получится сделать? Неа. Не получилось. Так, ну ладно, хорошо. Давайте идем дальше. Мне кажется, что сейчас нашу Соню, в принципе, стоим. Могут вынести. Хотя, я надеюсь, что... А, блин, что ж такое-то? Что-то нам с вами сегодня не везет. Точнее, сегодня-то нам везет. Но в последней битве не особо. Пусть Сонечка немножко восстановится. А, тихо, тихо, тихо. Конечно же, Джоник добьет. За Соню Кенши. Хорошо. Хорошо, друзья мои. В принципе, что я вам уже могу сказать. Соня мне нравится. Соня мне нравится однозначно. Мне нравится, что последним временем пошли персонажи, которые мне реально нравятся. Которые действительно, ну, толковые. То есть, в принципе, в них есть что-то интересное. Что-то... Такие вот какие-то приемы интересные. Так, давайте посмотрим. Может, еще давайте какую-то одну битву пройдем. И потом я вам уже рентген покажу. Так, кто у нас есть? Можно Джонни Дублера. А, смотрите, можно Охотник на Нежить. Но ты у нас, по-моему, только с Нежитью, да, там? Наносит на 30% больше урона. Но ты нам не особо нужен. В принципе, мы... А что у нас Дублер делает? Дублер, по-моему, оглушает, да? Оглушение при смене. То есть, в принципе, вот это... А тяжелая Джакс Брикс. Все спецназовцы. Ага. Ну, можем Джакса дать. Хорошо. Хотя нет. Ребятки, ВИП самый тот вариант. Поэтому я думаю, что давайте я сейчас, наверное, все-таки качну Соню. Мы лучше три приема посмотрим потом. Еще три битвы вместе с рентгеном. А пока что я ее качну до 20-го левела. Поехали. Все. Соня готова. Она у нас уже 20-й левел. Смотрите, 5600 у нее на 20-м левеле. И мы сейчас ей дадим прекрасную команду в виде абсолютно несбалансированного Кенши Баланса, Монаха и классической Сони Блейд. Прекрасненько. Так, бой в сети. Давайте попробуем обычную битву вот с таким полнейшим дисбалансом пройти. Что у нас вообще получится? Так, Мелина, Рептилия и Бокс... Ничего себе. По-моему, это нечестно. То есть, конечно, у нас-то дисбаланс, но почему у нашего противника не дисбаланс? Это нечестно. Верните мне обратно. Так, подождите, а почему у нас... Подождите, Кенши Баланс мы взяли? А, все, понятненько. Нас же должны сейчас просто вынести Монаха. Ну, в принципе, мы можем сейчас пока что посражаться с Мелиной. Мы даже, наверное, успеем набрать наше очко силы, если будем с ней сражаться. Так, пока она не набрала себе там ничего. Так, стоп, стоп, стоп. Слушайте, а может мы действительно без Монаха можем обойтись? Так, может сейчас на кого-то стоим, ребятки? Да ладно, ты же нас не вынесешь. Вот, давайте уже против этого, против Коталькана. Пошла жара. В принципе, как вы видите, Монах нам даже тут не нужен был особо. Оп, 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 тихо. Их, смотрите, получается она щит дает всем своим этим самым. Всем, всему отряду. По-моему, это очень здорово. Так, ну, правда, он какой-то кратковременный, уж слишком, на мой взгляд. Но, тоже неплохо. Мы же не жалуемся с вами. Ой, фу. Рептилия Кракен, которого я просто не перевариваю. Ладно, давайте Монаха ему скоруем. Так, поехали. По-моему, Монаху сейчас будет очень плохо. Ну, давай, добивай его. Я даже становиться в блок не буду. Бей меня. Бей. Супер. Так. И сейчас меняемся на нашу Соню. Как вы видите, у нас два приема уже прокачено. Давайте попробуем сразу же вторым приемом вынести Кракена. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ай, ничего чудесного, друзья. Я так понимаю, что Соня сейчас... Да, Соню вынесли, как вы понимаете. Ну, сами видите. Я согласна с теми, кто говорит, что дисбаланс... Действительно, тут конкретный дисбаланс получается. То есть, наверное, отталкиваются от самого максимального, когда подбирают нам команду следующую. Хорошо, давайте попробуем пройти вот этот бой. Не уверена, правда, что мы его с вами пройдем, потому что, как видите, там команда, в принципе, более-менее там 12 тысяч, 8 тысяч. А у нас Монах со своей 1 тысячей. Это вообще какой-то цирк. На этом самом. Так, давайте пусть Монаха вынесет. Выноси, пожалуйста, Монаха. Так, ну давай. Есть. Так. Мы сейчас можем попробовать... Оп. Сделать вот так. Но мы его не выкинули, как вы видите. Тихо-тихо-тихо, Сарекс. Ты у нас сейчас один, поэтому я тебя могу сама наказать. Я понимаю, что нам надо, главное, на Скорпиона накопить. Сонечку оставить. Скорее всего. Хотя, по-моему, Скорпион не был самым прокачанным из этой троицы. Так. Упс. Это было очень больно. Angel 666. Не успел заблокировать, ребятки. Оп-попом. Так, давай. Я не максимально прокачивала, сразу вам скажу, третий прием. Просто потому, что хочется немножко сэкономить монет на прохождение... Ой. Что-то мы как-то маловато вынесли. Сэкономить монет на прохождение испытания Сони. Я сейчас не часто играю... Да я же поставила блок. Сейчас не часто получается играть в Мортал и... Так. Отлично. Хорошо. Давайте попробуем уже Кенша, чтобы он вынес. У нас тут такой, получается, кооперативный вариант прохождения. То есть у нас не только Соня проходит битвы, но и все ее товарищи. Так как у нас действительно монах вообще 1600 по атаке. Давайте подзарядим их уже. Так, ну все. Ребят, вы помните, мы сразу же подставляем самое слабое звено. Давай. Подгружайся, дорогой. Стоим. Все, можно выносить. Упс. То есть у нас, получается, осталось всего двое. У него довольно-таки прокачанная полностью команда из персонажей. А нас всего лишь двое. Ну нормально. Знаете, закон подлости, как обычно. Ну я думаю, что Кенша же сладит у нас с этой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять не забл... А, это какой-то слабый у него получается этот самый Скорпион. Потому что, как видите, он как-то очень мало забирал жизни. Попробуем. Оп. Так, вторым приемом его вынесли. Меняемся. И давайте-ка попробуем сейчас вот этим третьим приемом. Может, хотя бы половину жизни отберем. Хотя я уже ни в чем не уверена. Так. Ну половину смогли отобрать, заметьте. Поехали. Стоим. Ну, как вы видели, у нас у Сони сколько там? Пять или шесть тысяч сейчас? Ой-ой-ой. Соня, давай. Соня, Соня. Соня, 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 Соня. Сонечка, пожалуйста, вынеси. Я тебя прошу, умоляю. Стоим. Вынеси, да? Ну давай, Кенша, ты можешь с ним что-нибудь поделать? Так. Оп-па-па-па-па-пам. Сто процентно. Виктори, друзья. Виктори. Есть. Фух. Ну что? Давайте сейчас перейдем к карте Сони. И сможем, наконец-то, ее обсудить, как она мне. И, конечно же, с удовольствием почитаю ваши комментарии, понравилась ли вам карта Сонечки. Или не очень понравилась. Так, ну что, друзья. В общем, следующее наше новое испытание, а пока что ранний доступ, будет посвящен классической Соне Блэйд, которая у нас относится к спецназу. Ну, это понятно. Значит, обезвреживание Сони наносит урон всему отряду противника и снимает все щиты. Кроме того, все спецназовцы в ее отряде игнорируют стойкость врагов. В принципе, вот эта ее первая, получается, первая половина ее способности, она очень полезна, если вы сражаетесь против той же Сони Холодная Война, потому что, как вы знаете, у нее этот холодный щит, который мы все не любим. То есть, она, получается, наносит урон всему отряду и дополнительно снимает щиты, которые имеет весь отряд. Ну, честно сказать, мне карта понравилась. Быстро дерется. Хороший, интересный урон. Он как первый прием очень интересный, так и второй, в принципе, с замедлением, мне кажется, довольно-таки классный. Я буду ждать ваши комментарии, с удовольствием почитаю, как вам эта карта, будете ли вы проходить ее испытания, или, может быть, вы уже купили ее за 20 долларов и играете вовсю. И я надеюсь, что вам понравилось, вам был интересен этот ролик, и вы не забудьте поставить лайк. Я желаю вам всем хорошего настроения, приятного утра, дня, вечера, зависимо от того, когда вы смотрите этот ролик. А может, и ночи. Я не знаю, когда я его выпущу. Может быть, постараюсь как можно быстрее, как только запущу, ну, как только отрендерю и залью его. Я желаю вам всем отличного настроения, позитивного и веселого. До новых роликов и до новых встреч, друзья мои дорогие. Всем пока-пока.